дорогие друзья сегодняшний ролик будет посвящен снова battlefield 5 дело в том что я слоупок ну как слоупок неделю с лишним назад проскочила новость о том что да и салей начали заниматься battlefield 5 отдать швеция покинули пост разработчиков или же доработчиков как правильно назвать я не знаю и на стримах очень часто начали всплывать вопросы что я думаю на этот счет и в какую сторону у нас пойдет battlefield ну раз уж вы спрашиваете я рад буду ответить хоть я не великий прогнозист и все такое в общем с вами я кадлик с алексеем сегодня мы поговорим в этом подкасте на эту тему для тех кто не в курсе кто такие дай слы и что они делали в свое время они выступали в роли таких подмастерья и подчищал и за дай швеции они в свое время реанимировали battlefield 4 который был ужасно сырым отвратительным первый год играть в эту игру было невозможно примерно точно так же как и сейчас battlefield 5 они доделывали battlefield 1 который был лучше но все же оставлял желать лучшего они создали новый режим incursions для battlefield 1 и продвигали соответственно схватки 5 на 5 если возвращаться к bf4 они ввели впервые тик рейты 30 60 120 и даже 144 герца они все это тестировали и показывали что frostbite может работать с таким тик рейтом и потом соответственно все устаканилось и по умолчанию 30 герц это тик рейт стал для консоли и 60 герц тик рейт стал по умолчанию для пока версии 120 и все эти ноу-хау 90 герц решили убрать для того чтобы снизить нагрузку на центральные процессоры ваших компьютеров и чтобы они не сгорели к чертовой матери они также починили пехоту в battlefield 4 и все правки касались исключительно пехотной части игры они убрали визуальную анимацию то есть стрельба теперь у нас стала нормальной в battlefield 4 в общем пули начали лететь из ствола не изглаз и вы перестали там стрелять через парапеты в общем убрали хит глич пофиксили скажем так они доработали пехотную составляющую battlefield 1 вернули специализации режимы превосходства и т.д. отчасти стали играться лучше потому что был переделан респаун и многие там маленькие такие мелочные элементы скажем так и после они выпустили incursions который опять же является некой апостаси пехотного режима но там с одной единицей техники и не более того причем техника в данном случае была полностью переделана и механика то есть вы не могли сами уже себя чинить вам нужен был обязательный инженер в команде и когда вы вылазили из техники соответственно вы уже не обладали должным оружием чтобы выступать в качестве эффективного пехотинца то есть вы были такой а исключительно единицы в технике но не пехотой но это я отвлекся так вот рад ли я что дай силы и начали заниматься battlefield 5 и теперь вся дорожная карта к счастью на их плечах карта которую они должны выпустить позже новый режим 5 на 5 и все доработки будут делать они я рад а все почему потому что эти ребята сосредоточены на пехоте battlefield в его текущей составляющей так как он уже акции акцентирован на пехоте будет еще больше выделяться на этом поприще то есть они сделают нам нормальные режимы еще более играбельные тдм превосходство 5 на 5 новый incursions 2 0 или как он будет называться и к сожалению для тех кто играет захвате операциях вы ничего такого существенного не заметите потому что эти ребята не заморачиваются с техникой и они точно также не любят большие захваты они будут выпускать этот ровно так как она сейчас работает не более того поэтому если вы ждете от батлы масштабных сражений то что у вас было раньше скорее всего вы этого лишитесь я рад буду оставаться неправым но как мне кажется по предыдущему опыту дай слой они будут именно идти в направлении пехоты да они сделают режим 5 на 5 да они там полностью скорее всего перелопатить технику ну так как им всего будет одна или две единицы переделают механику скорее всего но основной игры это не коснется никак одна карта может быть две которые вы получите в общем счете которые будут посвящены большому захвату вас скорее всего не удовлетворят но если же вы активный пехотинец в новой батлее вам нравится стрелять то вас ждут скорее всего отличные новости так как будут исправлено много багов которые сейчас есть в пехоте это кривая обработка коллизи где вы не можете запрыгнуть на то или иное препятствие это постоянные глюки рук когда у вас автомат может перекосить или еще что-то это я думаю окончательная доработка визуальной анимации которые есть у пистолетов и стрелять с них попросту невозможно кроме револьвера остальные пистолеты практически неиграбельны ну и доработка сетевого кода так как проблему ттд все-таки не решили при высоком пинге да ребята из москвы я рад за вас те кто играет с пингом 2030 вы наверное играете сейчас значительно лучше но у меня при пинге 120 к сожалению как ваншот или так и ваншоте я конечно надеюсь что завезут также новое оружие и будет хоть какое-то дополнительное разнообразие и хотелось бы все таки что механики из incursions перекочевали в основные пехотные режимы для тех кто кстати не в курсе что такое incursions оно же вторжение для battlefield 1 и кто не участвовал в закрытом бета-тесте и потом далее не играл расскажу вкратце это такой овервотч в battlefield да именно такая аналогия может всплывать у обычного человека который сталкивался с мобы играми в данном случае вы будете играть пять на пять у вас будут скорее всего режима с захватом флага или возможно сопровождение в вагонетке добавит и у вас будет одна единица техники которую вы можете выбирать и вы можете выбирать классы то есть у вас будет действительно классовая даже не классовая а ролевая система где каждый человек команде будет отыгрывать свою роль мне пока непонятно как это будет играться с ограниченным хилом то есть отсутствием хила то есть поиграть например уже в два танка и в три ассалта у вас не получится так как у вас не будет медика что в принципе можно было реализовывать в battlefield 1 incursions возможно система автохила будет переделана и возможно все-таки добавит авторегенерацию здоровья я на это очень надеюсь тогда пехоты в battlefield 5 будет просто идеально ну и хотелось бы чтобы для incursions 2.0 переделали систему амуниции патронов чтобы их не было в таком дефиците так как когда ты играешь 5 на 5 тебе нужно сосредоточиться исключительно на тактике как и кому и куда нужно подходить исключительно нужно сосредотачиваться на глобальных целях и задачах игры и тебе бы не хотелось отвлекаться на такие рутинные вещи как обслужить своих товарищей патронами или же медикаментами как мне кажется это полностью убьет динамику incursions которая была достигнута в battlefield 1 и она не ощущалась какой-то ватной из-за того что у вас было всего лишь 10 человек на карте ну а также стоит отметить что скорее всего так как для incursions будут переделаны основные карты то и они появятся и для пехотных режимов тдм и domination в обновленном своем виде с пофиксенными спавнами возможно с переработанными какими-то локациями в общем и целом все что ждет в будущем battlefield 5 это допиливание с точки зрения пехоты вряд ли еще раз повторюсь они будут заниматься большими режимами привезет ли это новую аудиторию в battlefield 5 я думаю что нет и онлайн будет неумолимо падать и останется сколько-нибудь играбельным только лишь на консолях на пока к сожалению популярность battlefield минимально связано это не только с тем что игра получилась не особо хорошей но и с тем что на пока очень много на текущий момент конкурентов колда дэст они overwatch counter-strike то есть много чего и плюс еще free-to-play подбивает типа варфейс айрон сайтов и прочего хотя на консолях тоже эти вещи есть но тем не менее на пк все-таки это более распространено потому что эту штуку тянет абсолютно любое ведро в отличие от батлы для которой необходим тебе мощный такой компьютер и порог входа в эту игру значительно выше они на консолях такое как справились с оптимизацией там по-прежнему появляются микрофризы и микроподлагивания идет и вообще просто падение до 30 fps если у вас не про версия обычная версия консоли поэтому скорее всего участие дайслей позитивно скажется лишь на будущей части battlefield ведь все те наработки которые они реализуют после того когда залатывают дыры за шведами переходит в новую часть на этом у меня все спасибо что смотрели или слушали этот подкаст удачной вам хорошей недели в общем позитива пацаны вам верьте в battlefield 5 я надеюсь что у них все получится пока пока ребята Субтитры подогнал «Симон»